Краснодар, Армавир, Новороссийск, Майкоп. На связь с Сочи вышли сразу несколько регионов. Глава Россетей поблагодарил коллег за работу и за преданность компании. В период стройки Олимпийского Сочи, отмечает Олег Бударгин, не все верили в успех. Но профессионалы приняли на себя ответственность и достойно выполнили все обязательства. Компания Российской Сети, в первую очередь Кубанина, Органское предприятие, вы, понимая осознанно всю ответственность строительства, подготовки и хватации, самое главное, олимпийских объектов, вы согласились на этот риск, на этот подвиг, на этот героизм. Это правда. И только ради этого вам большие слова благодарности, большая хвала. Отличившимся сотрудникам вручены награды, в том числе почетные грамоты и благодарности правительства России. Среди награжденных – электромонтеры, электрослесари, машинисты, мастера участков, диспетчеры. Отметили всех и каждого. Благодарность Министерства энергетики России объявлено и директору сочинских электрических сетей Эдгару Армаганяну. Генеральному же директору Кубанина Энерго Александру Гаврилову присвоено звание почетного энергетика. А глава Россетей Олег Бударгин удостоен почетной грамоты Совета Федерации России. Которую ему вручил сенатор от Краснодарского края Виталий Игнатенко. Сегодня, проработав после пиады уже большое время, дали понять всем жителям города Сочи, что мы выполнили с вами, вы выполнили колоссальную работу в обеспечении города, современной электронной области. Сегодня город Сочи. Конечно, еще много задач. Конечно, предела совершенствования нет. И на этом пути желаю вам новых побед. Сочи будет развиваться. Работы у энергетиков меньше не стало. Впереди новые ответственные поручения и задачи. Ведь без стабильной энергосистемы невозможно развитие экономики. Ольга Десятого, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.